Друзья, всем привет! С вами Алена, Алена Самсонова, практикующий психолог. И мы с вами сегодня говорим о конфликтах, о той истории, которая называется «Я и другой». Очень многие люди не хотят вступать в конфликты. Они их скорее избегают. И этим действием руководствуются многие невротики, которые избегают этой всей истории. И если вы понимаете, что вы хотите поменять свою жизнь, качественно стать лучше и обучиться получать то, что вам нужно, первое, вы должны обучиться конфликтовать. И некие истории моих клиентов, когда она мне говорит «Ну, он тут мне, а она назад, и меня понесло». И что в этом мы видим? Мы видим то, что человек не может даже описать саму ситуацию, что он вошел в нее, и что ему в этой ситуации ужасно дискомфортно. Он выкладывает как будто бы весь свой эмоциональный посыл, и так или иначе эта ситуация не заканчивается ничем. Почему так происходит? Потому что нужно знать некие правила конфликтов. А какие правила конфликтов вы знаете? «Конфликтуй правильно» – это когда человек строит гипотезу, а другой начинает ему оппонировать. После этого человек говорит «Ну, и меня понесло». И что же нужно сделать в этой истории, когда вы чувствуете, что вас понесло, когда вы чувствуете, что прямо сейчас вы уже в этой ситуации? Нужно замедлить дыхание и переключить все свое внимание на окружающее пространство. Для чего это делается? Это делается для того, чтобы вы смогли очень быстро снизить эскалацию своих эмоций. И именно в этой ситуации, когда вы более-менее эмоционально стабильны, вы можете что-то конструктивно предпринять. Если вы находитесь в полном дисбалансе, вы не можете получить то, что хотите. Мало того, когда вы отвлеклись на окружающую действительность, послушайте несколько элементарных шагов. Какие они? Увидеть глазами, что происходит вокруг. Описать. Навык описания. Второе. Навык обоняния и осязания. Постарайтесь почувствовать, какие запахи вас окружают. И это очень важно. Тогда ваша психика придет в более спокойное, гармоничное состояние. Далее, когда вы отвлеклись, вы должны заглянуть вглубь себя и задать себе вопрос. А что я сейчас чувствую? А что я сейчас думаю? Что вообще со мной? И тут может быть совершенно разный ответ. Некоторые говорят, меня бомбит, мне плохо, меня несет, меня разносит. Это одна история. Другая история, когда человек говорит, я волнуюсь, либо у меня пустота внутри, мне больно. И это иная история. И последнее, это то, что вы чувствуете. Может быть тревога, грусть, вина, агрессия. Не важно. То, что именно ваше. И в эти моменты самое главное понять это, принять, взять в себе внутрь и пойти дальше. Когда вы поняли, что это циклично, что это с вами происходит, вы отвлекли свое внимание, вы переводите внимание на партнера. И тут очень важный пункт. Вы берете и проговариваете по целям, что вы заготовили заранее до того момента, как начался конфликт, что вы от человека хотите. Но если конфликт спонтанен и он случился на раз, два, три, в тот момент, когда вы переключили внимание, в тот момент, когда вы спросили у себя, что с вами происходит и в тот момент, когда вы задали другому вопрос с намерением получить что-то, в тот момент. Постарайтесь просканировать его и увидеть, что он чувствует, какие у него намерения, какие его посылы, что он хочет вам донести. И если вам удалось это считать, считайте, вы победили. Тогда вы делаете предложение, без которого невозможно разрешить вопрос. Вы предлагаете другому заведомо то, что он хочет. То есть, определив намерение другого, вы можете выгодно сработать для себя. Как? Выгодно сработать для себя – это сделать так, что другой вас услышит. Он услышит вас и, возможно, сразу, возможно, не сразу даст ту обратную связь, которую вы бы хотели получить. Так часто бывает, что на работе, дома, в социальной обычной среде мы сталкиваемся с конфликтами мелкими и мы входим вот в этот эмоциональный заряд. У кого-то гневный посыл, у кого-то тревожный, у кого-то вообще непонятно, там все вперемешку. И в моменты, когда нужно собраться, наша психика расфокусирована. Поэтому я вас прошу, пользуйтесь механизмом. Первое – подготовки к конфликту, если вы знаете, что он будет. Второе – это обдумывание своих чувств в момент. Скорее, не обдумывание, а понимание. Третье – проговаривание их для себя. Четвертое – очень важно переключить вектор своего внимания на окружающую среду посредством визуального, аудиального стимула и, возможно, вы что-то еще почувствуете запахом. И все это работает, все это работает в совокупности, если вы это тренируете. Очень частый запрос «он меня», «да я», «да», «да мы», «не». Это происходит именно тогда, когда вы не понимаете в моменте, что с вами, что от вас хочет другой и не умеете выходить со своего состояния. Друзья, с вами Алена Самсонова, практикующий психолог. Ставьте лайки, подписывайтесь, задавайте свои вопросы, приходите на скайп-консультации и записывайтесь на семинары. Субтитры создавал DimaTorzok